Кроме областной больницы, утром во вторник Павел Коньков посетил две Ивановских поликлиники. Часто пациенты жалуются главе региона на 12-ю, которая располагается на улице Куконковых. К 10 утра в регистратуре очереди уже нет. Все пациенты разошлись по кабинетам. Вот у терапевта теснятся сразу три медика и два пациента. Обслуживают хорошо это само. Все в поликлинике врачи, медсестры, все, так сказать, это само нормально. Но когда заходишь в поликлинику, вы меня простите, это само, как в гадюшник самый настоящий. Может быть не в гадюшник, но ведь в лавре... Нет, я считаю, что как в гадюшник. Нужен ремонт и дополнительные площади. О дальнейшей судьбе учреждения у губернатора спросил практически каждый пациент. Эта женщина предложила перенести под станцию скорой помощи, которая находится здесь же на первом этаже, а освободившуюся площадь передать в поликлинике. А может, вправду предложение это разумное? Разумное. Можно рассмотреть. То, что здесь тесно, это уже видно. Тут просто само помещение, да, и коридоры узкие, да, вот такой типовой. А что такое 150 квадратов? Это еще кабинетов там пять. Ну да, там какие-то подразделения или целое подразделение можно разместить. Конечно, здесь поэтажный ремонт сделано. Мы пока не планируем, конечно, ей переносить, а вот насчет ремонта... Обязательно, обязательно. Губернатор обещал себе предложения пациентов рассмотреть, а профильному департаменту наметил план для дальнейшей работы. Сегодня есть поручение департаменту здравоохранения в текущем году сделать проект, а на будущий год будем изыскивать деньги для реконструкции этого поликлинического отделения. Условия в третьей поликлинике гораздо лучше. И ремонт современный, и здания просторные. А потому жалобы населения здесь частного характера. Эта пациентка, например, рассказала губернатору, что не может сделать МРТ, потому как процедура платная, более 2000 рублей, и денег на нее у пенсионерки нет. Впрочем, врачи пояснили, ситуация поменялась буквально полгода назад. Появились квоты и МРТ при показании можно сделать абсолютно бесплатно. Есть в поликлинике очереди к терапевтам. Из 12 необходимых сейчас работает только 8. Здесь у нас в третьей поликлинике проблема одна, участковые врачи, кадры. Люди уже пенсионного возраста. Нас покинули, ушли на заслуженный отдых. Вот ждем выпуска этого года, ждем участковых врачей. Ситуацию с нехваткой терапевтов в третьей поликлинике Павел Коньков также поручил взять на контроль профильному департаменту. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.